всем добрый день сегодня будем печь вкусные блинчики на молоке я буду печь с одного литра и поэтому начинки взяла немало творог фарш грибы все взяла по пол кило рецепт вы видите на экране делаем тесто яйца разбиваем по одному взбиваем слегка яйца выливаем молоко можно выливать не все а половина в меньшем количестве молока легче будет размешать на муку масло также соль сахар и соду отправляем муку на литр молока повторюсь у меня 400 грамм муки примерно мука всегда примерно в любое тесто иногда идет больше иногда чуть меньше перемешиваем выливаем остальное молоко и опять перемешиваем пускай тесто постоит любое тесто любит постоять а мы занимаемся начинкой на разогретую сковороду отправляю фарш пол столовой ложки соли пол чайной ложки перца измельченного можно чуть меньше чем пол ложечки ну и также мелко порезанный лук если мясо кажется вам постным можно добавить сливочного масла накрываем крышкой и жарим 15 минут время вышло фарш готов занимаемся грибами грибы нарезаем меленько и отправляем на сковороду грибы высыпаем именно на сухую сковороду потому что грибы водянистые надо чтобы вода испарилась вот теперь можно посолить поперчить вода практически испарилась добавляем масло лука по желанию перемешиваем накрываем крышкой и готовим минут 10-15 грибочки готовы перекладываем пусть остывают в творог добавляю сахар яйцо изюм и пару ложек сметаны или сливок перемешиваем все начинки готовы занимаемся блинами в центр разогретой сковородке наливаем тесто сковородку крутим печем я уже подготовила тарелочку положу сейчас туда ложку со сливочным маслом и получается на масло с ложкой буду ложить блинчик масло будет таять этим маслом буду блинчик поливать если вы очень долго делали свои начинки и масло у вас немножко вернее тесто у вас немножко загустело такое может быть то добавьте миллилитров пятьдесят молочка или даже можно воды блин и напекла всего получилось 20 блинов с этого количества молока но надо сказать что сковорода у меня огромная сковорода у меня в диаметре 24 сантиметра если у вас будет сковорода меньше значит количество блинов у вас будет больше ну еще справедливости ради надо сказать что повариха не уследила часть блинов уже съели сказали быть пчеловодом и меда не попробовать это неправильно ну вот что есть то и будем фаршировать края подгибаем и делаем такой конвертик а с другой начинкой просто скрутим в трубочку если вы начинки любите поменьше то делайте поменьше блинчики на фаршировала не будет лишним если перед подачей вы их подогреете ну вот пожалуй сейчас я вот эти блины подогрею на сковороде со сливками можно или просто со сливочным маслом а потом разрежу так и удобнее в руку брать и порция будет поменьше вот такие прекрасные блинчики сочные вкусные у нас получились на сегодня все до свидания всего доброго пока